друзья всем огромный привет всем доброго дня здесь у вас все замечательно у нас все нормально все идет по плану утро сегодня у нас плюс 34 градуса обещают день опять точнее качество воздуха опять средненько на данный момент 60 с чем-то составляет оно должно быть в общем чем ниже вот этих баллов тем лучше вчера к вечеру вообще 120 чем-то было какая-то у нас тут ерунда происходит но говорят вроде до завтра или до вечера сегодняшнего и все вернется в свою норму сегодня у меня новый вариант еды начинается мой день не сурка с овсяна блина я уже делала овся на блин но чуть-чуть другой рецепт у меня был теперь я хочу попробовать на 2 яйца 2 яйца есть еще с кефиром есть с молоком у мне с молоком и хочу что-нибудь завернуть туда вкусное посмотрим что у меня получится этому оставляла рецепт в телеграме на одно яйцо наверно это примерно такой же если чуть отличается я скину я вообще не ни на каком пп не нахожусь просто хочется как-то по-другому овсянку съесть обычно я ее просто ем как кашу сегодня хочется не как кашу а в блине люди ее перемалывает я ее так кладу и не только потому что у меня нет блендера некоторые действительно вот просто такую кладут саму по себе такая замечательная аппетитная жидкость вот так это выглядит красотища думаю накрыть или накрыть теперь готовим начинку надеяться что наш блин приготовится не получится тогда положим эту начинку на бутерброд обычный вот он уже с одной стороны схватился и можно перевернуть отлично переворачивается хороший рецепт потому что я читала как у людей что-то там рвется разваливается о чем отличный рецепт почему он у меня поднялся что такое это корочка отслоились с одной стороны поднялся этот рецепт ничего вот не рвется нормально отлично все схватывается переворачивается на 1 2 и 3 я крышка прикрываю чтобы у меня более такой пропеченный был не написали что у меня день сурка но день сурка это человек сам свою жизнь так оценивает то есть не я оцениваю чью-то жизнь это может казаться что у вани пейте маши вообще конкретный там день сурка у них там скучная жизнь но на самом деле и вообще не в курсе что там у этих пить маши саж происходит на что не такая богатая внутренняя жизнь там не знаю какими-то наполнена маленькими событиями вообще это психологическое вообще понятие день сурка этот человек сам себя так оценивать что боже мой у меня там день сурка так закольцевался что кажется каждый день одно и то же а это у каждого может быть это когда человек там встает идет дальше куда школа у детей наверно такого еще нет ощущения у них жизнь наполнена встает идет на работу с работы домой спать потом опять работа дом спать работа дом спать день сурка либо человек человека все устраивает ему нравится работаем нравится там не знаю коллеги точно также у каждого либо ему нравится такая жизнь либо не нравится если не нравится на самом деле все очень нравится тем более впереди столько интересных событий и новый штат и новая супер работа какая-нибудь там в макдональдсе бургеры делать например кто-то говорит про день сурка наверно сам фильм не смотрел в том же человек пришел к этому что можно освоить что-то новое попробовать что-то интересное короче все все как всегда у нас в голове нашей вот теперь сюда сыр было раньше его положить почему почему я раньше не положила не знаю почему она была раньше точно теперь он мне не расплавится и типа вот так жить чуть-чуть его еще подержать закрылся большой достаточно блин этот снизим огонь а то у меня он сгорит с этим сыром смотрите какая красота получилась боюсь трогать внутри сыр он подплавился все прилично получается вот такой вот прямо большой чебуречек и к правильному овсяному блину идет неправильная шоколадка для других не неправильно для меня очень даже правильно и вкусная но это молочный шоколад потому что это выбирала валя с папой и залги вот эта тема вот это я люблю темный шоколад они купили себе молочный придется есть молочный подсластим свою скучную жизнь свой день турка еще раз приятного всем аппетита красиво смотрится и тебя не сказала что это овсяный блин можно было бы представить что это что-то более такое не полезно вкусное какой-нибудь там чебурек с мясом например у меня замечательные интересные планы про генералю сейчас по-быстрому пока валя не придет из школы ванную комнату вторую именно генералка там уже требуется надо стену и как-то почистить и буду слушать подкасты я нашла такой подкаст интересный но он уже к сожалению недоступен поэтому я не знаю я вам скажу может кто-нибудь найдет и с л называется лауди лауди вот так он пишется лауди и там вел американский ведущий именно для изучения английского языка именно ориентирована была на разговорный английский язык что там происходило я не знаю но я нашла что его люди в общем рекомендуют что он хороший позволяет эту разговорную речь продвинуть куда-то вперед мне мне бы кто ее подвинул вперед мне красоты надо но я не нашла подкасты выходили давно скачать у меня тоже не получается я полазила по сайтам нашла там в общем у меня не качается поэтому вспомнила в принципе что есть вот такое приложение когда-то пробовала слушать подкасты но тогда у меня совсем еще хуже был уровень не скажешь у меня сейчас какой-то величайший уровень судя по моим грехам но вот хочу послушать как раз будет не скучно в это за уборкой муж когда-то давно тоже слушал потом у него была amazon сообщение приходят amazon но не телевидение тоже на телефоне какое-то приложение и тоже там какие-то короткие ролики это тоже вот варианты как все время в течение дня изучать язык когда есть какая-то минутка свободная подключается мне сейчас хочется прямо ударными темпами его изучать что-то наконец-таки как-то еще продвинуться он очень он двигается до двигается двигается в основном в распознавании вот я была в стоматологии и врач говорит опять же ты вычленяешь какой-то общий смысл естественно я не могу перевести вот каждое там слово по отдельности вот он не толкнет речь и я вот общее какое-то общее заключение сделаю видимо так ловлю знакомые слова и соответственно ему отвечаю так односложно но хочется хочется большего поэтому поэтому учим дальше учим учим дальше попалась как-то видео женщина живет очень очень прям давно несколько лет в чикаго и благодаря тому что там русскоязычное сообщество и ну как в нью-йорке куда ты пойдешь работать естественно ты пойдешь впервые на первую работу работать к русскоязычным это чтобы естественно но это доступно и в результате тоже вот получается она по верхам этот язык знает до сих пор работает с русскими с русскоязычными людьми тоже вот говорит понимает примерно так речь как я округленно но может там тоже также чуть-чуть ответить и все так что это изучение языка просто бесконечно полезла подкасты называется е-с-э-л-э-л-оут-э-л-аут наверно так читается шерман второе имя я забыла шерман роузес по моему вот что у вас получится найти кто нуждается вот и послушайте за меня заодно готовим оладьи как убрала в ванной комнате показывать не стала уже это что-то мне я не люблю вообще в принципе снимать уборку и корячиться перед камерой это не эстетично поэтому я молча убираюсь и и все убирала сейчас наверно пока все опять стены почи почистила почистила короче хочется оладьев яблоками у нас яблоки валяются короче банальное тесто на кефире для банальных оладьев плюс плюс натертые яйца все конец рецепта быстро пожарю и быстро съем можно наверно жарить как панкейки на сухой сковороде я чуть-чуть буквально вообще смажу так в рецепте было написано смажьте по моему красавчики получаются три маленьких яблочко потерла тесто чуть-чуть ничего так можно было ваниль еще туда что я забыла про ваниль было бы вкусно и кстати поняла почему мне вот это вот этот кремер отдает немного спирта французская ванила френч ванила ваниль и в общем если раствор у меня тоже стоит вот ваниль в растворе ванилин или как он там в общем он на спиртовой основе это подозреваю здесь тоже и вот стабильно как пью кофе так мне кажется что в мою кофе чуть такое плеснули какое-то горячительное немного но вот какой-то там привкус как чуть-чуть чувствуется мне не нравится ну вот этой фирмы там другие есть варианты так что всегда можно что-нибудь другое попробовать очень классные такие пышненькие получается мне нравится на вкус не знаю но мы было думаю ничего плохого в них не будет точно надеюсь и и очень быстро готовится все смешал я еще от себя добавила немного растительного масла в тесто напишу опять рецепт в телеграме говорю это специально чтобы не забыть потом очень выручает когда видео монтирую и вот я вспоминаю вещи о которых сказала и забыла на сегодня жарковато и вот еще и оладики жарю вышла из ванной пока ее намыла там она преимущественно мужская и в общем там как-то больше грязи скапливается что ли и больше требуется усилий и дольше чтобы ее отмыть я вышла такая вся вообще взмыленная увале я снимала когда ходила в класс и показывала какие у них есть странные стулья там в общем такой стул как остов стула обыкновенного на колесиках и вместо вот это сидушки туда каким-то образом впихнут шар для фитбол вот этот такой круглый знаете для младенцев на нем катает я себе в беременности все покупала и массаж на детям на этом фитболе дело так катала их общем это очень полезная штука и разгружают спину для беременных короче вообще супер вещь и они туда эти шары мечи впихнули в общем валя говорит сколько она уже два дня правило получается проучилась горит пока ей стул этот не достался но через два дня он будет ее то есть они там меняются как того движутся не знаю там как это привилегия посидеть на вот этом вот даже не фитболе то что он и не считается естественно он там не как-то не ходит ходуном они его впихнули именно в каркас ну и короче видео видео показал отодвинула этот стул удивилась задвинула обратно сама сидеть на нее на нем не рискнула я взяла для для того чтобы заполнить документы на вот этом open house я притащила себе другой стул потому что я подумала мало ли что там с этим стулом вдавлю этот шар еще выдавлю точнее моментально жарятся очень быстро прям вообще и не очень 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 нежные классные ну не странно америку находясь в америке не открыла с этими оладиками но тем не менее вдруг кто-то забыл вот у меня такое бывает поэтому поэтому и делюсь рецептами у меня сколько раз такое было вроде знаешь что приготовить но забываешь и вот на глаза попадается рецепт ты думаешь блин точно или в река можно приготовить так и с этими оладиками ничего такого сложного но тем не менее раз такой сейчас сейчас сметанки налью и поем очень классные вот очень быстро нажарилась не знаю сколько но очень прямо быстро целая тарелка оладиков все приятного всем аппетита со сметанкой все сгущенка хочу запишу себе сгущенка в список важных дел оказывается еще вареная сгущенка естественно продается и хвалят мексиканскую сгущенку вот тоже хочу поискать нужно тоже что-нибудь вкусное намазать вафли или тортик какой-нибудь вкусные оладики остатки стали оставили пашу капелюшку варя принесла книжку из школы да и она теперь встречается со своей подругой лучше из первого класса он вместе прогулки еще и вот они библиотеку вместе ходили они гуляют все отлично пока это мы будем читать для нашего чтения как раз учительница сказала одно из домашних заданий это читать каждый день по 25 минут вот мы смотрим подойдет нам ну очень мелкий почерк поздоровался да поздоровались хэлп сказал халп спаси меня валя это ее бывший учитель второго класса ну вот нормально ну еще же не он нормальная книжка про сову и время быть смелым вот такая книжка